и начнем интернет бизнес сегодня с какими фактами мы столкнулись на данный момент ну большая часть населения россии уже в сети так или иначе и большие города они уже все поголовно в интернете вот и рост вот той аудитории да он возможно только за счет каких-то небольших городов регионов поселков их деревень когда до тут дойдет интернет все более популярны стали мобильные устройства наверняка все помнят что в апреле месяце например google да изменились условия аранжирования сайтов то есть поисковые системы стали более требовательные к мобильным версиям сайтов и если сайт плохо отображается на мобильном устройстве не имеет какой-то адаптивной версии дизайна то поисковую выдачу место сразу поисковой выдачи ваш сайт очень сильно потеряет что это значит смотрите я из некоторых докладов которые вот нашел в интернете вот такие вот циферки смог накопать которые могут быть достаточно интересными российский рынок интернет-продаж вот рост в 2013 году составил там порядка 35 процентов то есть рынок растет при этом количество покупателей тоже растет до очень много покупателей которые делают заказы с помощью мобильного телефона или планшета ну то есть используя только какие-то мобильные устройства 30 процентов пользуют мобильные устройства для выбора товаров на то есть покупки уже там делают например с компьютера вот выбирают с мобильного устройства и не в то же время аудитория интернета смотрите это вот на годовой прирост числа пользователей да он видим что с осенью 2005 года по осенью 2014 года он уменьшается становится меньше что это нам говорит говорит нам о том что сайт должен работать с той аудитории уже которая имеется на данный момент и он должен уметь конвертировать тех посетителей которые придут к вам на сайт в покупатель он должен каким-то образом угадывать желание и потребности посетителей и конечно он должен быть адаптирован к мобильному рынку мы сегодня будем показывать вам решение которые работают на платформе 1с битрикс двух словах про платформу да это инструмент для всех видов бизнеса от малого до крупного и можно делать абсолютно разные проекты как какие-то небольшие интернет магазины небольшие вернее даже логики то лендинг пейдж так и крупные интернет-магазины большие серьезные солидные проекты на данный момент вот на платформе 1с битрикс работают порядка 140 тысяч клиентов на из них 26 половины тысяч интернет-магазины с нашей платформой мы сами разработкой не занимаемся до занимается вот наши партнеры более 12 тысяч компаний которые являются нашим партнером которому помочь создать какой-то сайт в плане пейдж или что-то еще более двух с половиной тысяч в приложении для сайтов marketplace и как раз вот то решение про которое сейчас будут рассказывать мои коллеги это она как раз находится marketplace то есть marketplace это такой сайт на котором вы можете скачивать какие-то готовые решения для своего бизнеса который будет работать на платформе битрикс вот ну и такая статистика да среди платных смс которые делают какие-то сайты но мы занимаем на данный момент более 60 процентов и являемся лидерами в этом сегменте но наверное на данный момент все у меня здесь дальше презентация идет про интернет магазин а я пока наверное передам слово евгению евгению уже можно готовиться посмотрю так евгений переключаю все юги не уже слышно можно добрый день слышно меня еще раз значит добрый день мне зовут Евгений молит Никита рассказал о том какие сложности сейчас на рынке веб-разработок давайте немножечко поговорим более конкретно о лендинг-пейдж в частности о таких понятиях как конверсия сайта а если вам не сложно напишите пожалуйста в чат если у вас есть уже лендинг поставьте единичку если он на битрикс то поставьте двоечку чтобы просто было понятно вообще кто нас слушает и какие у вас интересны немножечко подробнее о терминах вот вопрос на самом деле касается очень многих терминов частности один из кейсов компаний которые делают лендинг-пейдж смотрите сколько цифр в частности один из интересных показателей CTR CTR 3.95 процентов а ниже вы видите указанный CTR 154 процента и здесь очень важно понимать о каком вообще CTR идет речь что такое CTR если здесь речь идет о декламе то там хороший показатель процентов 20-30 никаких 50-40 процентов быть не может а если говорить о показателе отказы то 9 процентов это достаточно мало ну в принципе неплохо глубина просмотра всего лишь 1,9 это мало недостаточно то есть тут очень очень много цифр и каждая цифра она каждый показатель он очень сильно отличается от отрасли к отрасли очень важно например какой трафик откуда трафик приходит если мы говорим о целевом трафике то показатель отказов будет ниже если дело вовсе не в сайте на самом деле в большинстве случаев а в том каким образом этот трафик приходит на сайт каким образом люди приходят попадают на сайт и если они заинтересованы в контенте этого сайта то отказов будет меньше глубина просмотров будет больше и соответственно конверсия будет выше то есть очень много цифр вот о чем я хочу сказать прежде всего давайте подумаем для кого вообще нет смысла разрабатывать landing page в частности если у вас нет четкого сформулированного уникального торгового предложения которое бы вас выделяло на рынке из всей остальной массы предложений если нет продающего контента и если вы не собираетесь его каким-то образом разрабатывать или заказывать то наверное нет смысла никакого разрабатывать или делать landing page если вы планируете продвижение поисковых системах по широкой группе запросов то также наверное нет большого смысла акцентировать свое внимание на landing page потому что потому что просто очень сложно продвинуть landing одностраничный сайт по широкой группе запросов если это и возможно сделать то с огромными затратами то есть овчинка просто не будет стоить выделки если вы не собираетесь оптимизировать дальше проект если не собираетесь с ним работать если не собираетесь проводить оба тестирования какие-то выносить изменения то то же самое не стоит рассчитывать на то что с первого выстрела у вас landing будет попадать в цель подробнее чуть-чуть изображение одного из landing что мы здесь видим заголовок розничная продажа пожарного оборудования и средств индивидуальной защиты то есть на мой взгляд здесь совершенно не четко выраженное торговое предложение оно во-первых не уникальное а во-вторых очень размыленное направленное сразу на широкую группу потребителей и предлагает очень широкий ассортимент продукции смысла большого наверное именно в блендинге нет дальше если посмотреть по запросам если мы продвигаем достаточно узкий запрос то наверное в принципе можно продвинуть сайт независимо от той контекстной рекламы которая будет на него идти лендинг можно будет в поиске продвигать достаточно успешно однако если мы можем по этой группе запросов достаточно большое количество фраз использовать но тем не менее все они будут очень похожи друг на друга если мы добавляем что-то еще сюда какие-то другие фразы то продвигаться они уже скорее всего не будут еще если вы обратите внимание на предыдущую картинку там не было видно кнопку а еще здесь в заголовке съехала верстка и в результате на первом экране кнопки незаметно это наверное не очень хорошо верстка сникла тоже не очень хорошо но тем не менее сайты переделываются значит на них просто никто не следит никто не измеряет никакие показатели статистические в общем то опять же делать блендинг не было достаточно было сделать просто сайт визитку теперь о составляющих успеха на самом деле как я уже говорил наверное основу составляет не сайт а тот трафик который приходит на этот сайт потому что если говорить о конверсии то так ли важна вообще конверсия если вам придет на сайт 2 человека и 2 человека сделают покупки то в принципе очень хорошая конверсия стопроцентная но тем не менее если к вам придет на сайт тысячи человек а сделают покупки 100 то конверсия будет намного ниже а заработаете намного больше денег поэтому конверсия может быть не самый главный показатель. И очень многое зависит от того трафика, который на сайт приходит. Первая составляющая это как раз целевой трафик. И если посмотреть, до сих пор встречаются вот такие вот картинки. То есть это скриншот, который сделан совершенно недавно, буквально вчера. И вот, например, по запросу недорогие вазы, дистрибьютор ваза мобильного завода продает лады. Хотя всем понятно, что абсолютно не целевой запрос и ничего люди не заработают, когда к ним придут посетители, которые ищут на самом деле базы. И в подтверждение моих слов вся остальная страница поисковой выдачи, она в общем-то про вазы для цветов. Далее к третьему пункту перескочу. Это финальная стадия, когда к вам уже пришли на сайт посетители, и они делают какие-то заказы, они делают звонки. Эти звонки и заказы очень важно обрабатывать. Для этого, естественно, используются CRM-системы, в частности B324 замечательно интегрируется с сайтами, с лендингами, и позволяет обрабатывать одному и нескольким менеджерам сразу весь входящий поток заявок и заказов. Очень важно, чтобы менеджеры работали слаженно и четко и использовали какую-то автоматизированную систему, потому что это не только ускоряет их работу и повышает качество обслуживания клиентов, но и дает исчерпывающую статистику как для них, так и для руководителей подразделений компании о том, насколько вообще эффективно ведется работа. Дальше средний пункт, это конверсия, опять же, нужно понимать, что во что конвертируется. То есть мы можем говорить о конверсию показов, например, контекстной рекламы в клике по этой контекстной рекламе и, соответственно, в переходе на сайт. Мы можем говорить о конверсии посетителей сайта в, например, заполнении формы на сайте или конверсию в звонки или конверсию в заказы. Таким образом, конверсия очень размытая понятие. нужно всегда понимать, о чем конкретно идет речь. И конверсия оценивается в процентах, да, но что это за проценты? Совершенно недостаточно просто сказать, что конверсия там 3% или еще что-то. Важно понимать, что это за конверсия, какая целевая аудитория, какой трафик и так далее. Ну и, опять же, важнее всего показатель продаж, на самом деле. Но для того, чтобы с конверсией работать, можно использовать вот такую схему, совершенно понятную. То есть определяются цели, по-прежнему, на сайте в метрике задаются цели. Затем приходит трафик, анализируется сайт и исправляются какие-то проблемы или ошибки, которые выявились в результате анализа поведения пользователей на сайте. Мы отслеживаем эту конверсию и, соответственно, влияем на сайт, извиняем его, приводим новый трафик, получаем конверсию выше. Ну а что двигает вообще продажи на сайте? Это, конечно же, call-to-action элементы, это кнопки, это формы и так далее. И хотелось бы чуть-чуть убить внимание именно вот этому моменту. То есть, в принципе, что делают из обычного сайта лендинг? Это обилие каких-то call-to-action элементов, обилие форм и возможностей посетителю отдать вам контактную информацию, отправить вам заявку, сделать доказательство. В данном случае важно, наверное, не навредить по-медицински. Самое важное – это клиенту не навредить. Посмотрите, сколько появляется дополнительных приспособлений и каких-то окошек, которые просто закрывают контент. То есть, когда я туда зашел, на этот сайт, сначала выскочило большое черное окошко на середине, по центру, а потом еще онлайн-мессенджер закрыл оставшуюся часть окна. Кстати, онлайн-мессенджер очень часто закрывает какой-то контент на сайте. Даже когда свернут, мы можем не увидеть, например, кнопку, если она скрытся онлайн-мессенджером. Нужно очень аккуратно касаться коней. Вот еще один вариант, еще один пример, когда вот такое вот, вроде бы, приспособление, которое призвано увеличить конверсию, оно просто закрывает в нужный момент ту самую форму, которую эту конверсию генерирует. То есть, огромное-огромное белое окошко, закрывающее форму, не дающее мне заполнить ее. Не нужно злоупотреблять этим. На что еще нужно обратить внимание? Очень простые вещи, такие как заголовок, например. Очень часто на сайтах забывают про заголовки, хотя существует обоснованное вполне мнение, что очень многие пользователи на сайте не читают текст, а просто смотрят картинки и читают заголовки. То есть, если мы не делаем большую красивую картинку, не делаем заголовок, то нас сайт просто не заметит. Далее, оригинальность. То есть, мне показалась оригинальной вот такая вот форма заказа. Насколько она с милицейской точки зрения оправдана, наверное, не сейчас судить. Но, тем не менее, именно вот так вот быстро понять, какие услуги ты заказываешь, и в игровой форме в какой-то мере отдать эту информацию, это оригинально эффективно должно быть. Далее, ограничитель по времени или ограничитель по количеству товара в зависимости от того, что продает Ленин. Иногда это работает, иногда это очень хорошо работает, иногда это совсем не работает. В данном случае, наверное, это нормально работает. Далее, подарок. То есть, ограничение по времени происходит в совокупности с обещанием, что-то подарить, например. А можно, в общем-то, и никак не ограничить по времени, просто обещать что-то подарить, и тем самым мотивировать заполнить форму, оставить какую-то контактную информацию. Далее, по поводу кнопок. Во-первых, кнопок должно быть много, ни в коем случае нельзя делать одну кнопку. Если мы делаем кнопку, например, только сверху, то посетитель сайта может, прокрутив страницу, оказаться где-то в середине или даже в конце сайта, и не уйдя в кнопки, уйти и закрыть страницу. То есть, кнопки на лендинге, они постоянно на протяжении всей страницы должны присутствовать. И кнопки должны быть явно выражены. То есть, если у вас, например, весь сайт красный, то, наверное, кнопку не надо делать красным. То есть, она должна геометрически и по свету выделяться из всего остального контента. Еще один способ сделать акцент на заявке, например, самоидентификация посетителя. То есть, он нечитает, что он хочет сделать, что он хочет получить, и ему предлагают позвонить или нажать кнопочку. Контактная информация тоже, если посетитель пролистал всю страницу и дошел до блока с контактной информацией, то тут ему, наверное, есть смысл предложить заполнить форму. Очень многие, вообще все посетители сайтов делятся на несколько категорий, если так по контактам судить. Это люди, которые звонят всегда, это люди, которые отправляют электронную почту всегда, и это люди, которые отставляют заявки через форму обратной связи. И, скорее всего, любой посетитель принадлежит к одной из этих групп. Далее схема проезда. То же самое, если бы посетитель добрался до схемы проезда, вероятно, он вас уже ищет, и возможно, что ему сейчас будет проще всего оставить заявку, чтобы, например, вы ему перезвонили. Еще один способ сделать акцент на кнопке – это представить сразу несколько услуг или продуктов. В данном случае персонал клиники. Можно обратиться конкретно к каждому из этих сотрудников. Ну, или если это товары или услуги, то можно заказать конкретный товар. То есть мы как бы расширяем выбор в лондинге. Делаем больше возможностей для тех посетителей. Еще очень интересный момент, на который мне бы хотелось обратить внимание – это лица, не люди. Вот посмотрите на эту картинку. Видите ли вы на ней вообще форму заказа? Я вчера спрашивал у одного человека, он сказал, что да, все отлично, наверное, он закажет на этом сайте. Но если посмотреть внимательно на другую картинку, здесь еще более симпатичная девушка, она смотрит вообще в другую сторону от кнопки. Что-то здесь, наверное, не так. Если мы посмотрим на еще одну картинку, она совершенно по-другому сконструирована. Здесь разработчик продумал, каким образом падает взгляд посетителя на страницу. И сначала взгляд, наверное, падает на лицо девушки. Потом мы смотрим туда, куда смотрит девушка. И вот на расстоянии от глаз девушки до кнопки расположены те самые элементы, которые мы должны увидеть на самом деле. То есть мы смотрим сначала на вот этот участие 100%, потом ограниченный период и потом кнопка и форма заказа. То есть мы должны взглядом как раз попасть на кнопку, заполнив форму руками. А с чем это связано? На самом деле исследования показывают, совершенно не хитрые исследования показывают, что с помощью такого айтрекинга очевидно, что взгляд посетителей сайта падает прежде всего на лицо. На лицо человека, который находится на странице. На лицо человека, который в дизайне этой страницы. Обратите внимание на картинку слева. Люди очень пристально рассматривали лицо, но они не рассматривали контент. И простая манипуляция изображением. Просто взяли другую картинку, поставили там, где ребенок смотрит на текст. Теперь обратите внимание, что лицо человека привлекает внимание, но чуть меньше, а то гораздо больше внимания привлекает сам текст. Если мы взглядом, глазами, поворотом тела укажем на форму, которую нужно заказать, заполнить и через которую должен поступить заказ, соответственно конверсия с этой формой будет намного выше. Казалось бы, простое решение, простое правило. Но если посмотреть на изображение выше и вообще посмотреть на лендинги, которые производятся, то едва ли вы увидите много лендингов с таким использованием глаз и лица. Еще один очень важный нюанс. Это если дизайн адаптивный. Если сайт открывается с мобильного устройства, то дизайн должен быть адаптивным. Проанализировав не так давно большинство сайтов наших клиентов, мы пришли к выводу, что уже сейчас средний показатель, среднее количество визитов на сайты, но совершенно разные сайты, никакого отношения не имеющего к доставке пиццы или суши, например. Средний показатель примерно 20%. Почти 20% в среднем посетителей приходят на сайт с мобильных устройств. Если они на сайте увидят мешанину из дизайна, кнопок текста, то вряд ли они найдут там кнопку с мобильным устройством. Далее современная технология, которая делает лендинги еще более эффективным инструментом. Вот в данном случае красивый парень из Барнаула показывает пальцем на то, что он разрабатывает сайты в Нижнем Новгороде. Но в данном случае слова Нижний и Новгород, они были подставлены скриптом на сайт. На самом деле он в Барнауле. И текст, который на нижней странице, он говорит как раз о том, что сайт Барнаульский и компания Барнаульская. Тем не менее, есть возможность каждый товар, каждый продукт подстроить под запросы пользователей. Если вы, например, набираете разработку лендинга в Нижнем Новгороде, то вы увидите лендинг Барнаульской компании с надписью «Разработка лендинга в Нижнем Новгороде». Если вы продаете, вернее, если вы делаете запрос каким-то конкретным образом, вы можете получить заголовок страницы именно с текстом того запроса, который вы делаете. Также гео-таргетинг используется для того, чтобы, опять же, пользователь идентифицировал себя как жителя города, в котором работает эта компания. Ну и по поводу стоимости, не случайно же этот слайд здесь. Стоимость разработки лендинга в Нижнем достаточно сильно варьируется в зависимости от многих факторов, так же, как и вообще стоимость разработки сайта. Если посмотреть на источник, которому я, в принципе, доверяю достаточно давно, это CMS Magazine журнал. Вот, наверное, наиболее близкий по смыслу к промо-сайту лендинг, поэтому табличка связана именно с промо-сайтами. И, соответственно, средняя стоимость 185 тысяч рублей. При этом, вы можете посмотреть, достаточно большое количество таких сайтов делается и за 300-700 тысяч. И, соответственно, справа изображение, которое показывает, каким образом вообще происходит ценообразование. Что вы можете получить за маленькие деньги или за большие деньги. Всегда нужно понимать, что можно сайт сделать самому, а можно заказать в очень дорогой студии. И далеко не всегда это будет сильно отличаться с эффективностью. Далее я бы попросил присоединиться нашего технического директора компании Burbon.ru. Это Екатерина Восягина. Она расскажет более подробно о ценообразовании и возможностях лендинг-пэйдж на платформе 1S-Bitrix. Всем добрый день. Очень часто наши клиенты интересуются таким вопросом, как же все-таки им разрабатывать лендинг. То ли найти готовое решение в интернете, возможно, даже и бесплатное, и сделать лендинг очень быстро, буквально за пару дней. То ли отдать предпочтение способу индивидуальной разработки. Ну, каждый для себя выбирает сам. На это решение влияет и бюджет проекта, и сроки, которые перед вами стоят. Я вам немножечко расскажу об этих двух путях и о конкретных стоимостях и сроках. Давайте рассмотрим, из каких частей состоит тот и другой путь. Если мы с вами, например, решили разрабатывать индивидуальный лендинг по индивидуальному дизайну, то, конечно, у нас все начнется с формирования УТП, но, предположим, она у нас на старте сформирована. Далее мы рассылаем запрос в несколько студий, ищем исполнителя. Если нашли кого-то и стоимость сроки нас устроила, мы оплачиваем, оформляем договорные отношения и дальше начинаются этапы разработки этого индивидуального решения. К сожалению, короче, их сделать нельзя только длиннее. То есть будет обязательно этап дизайна, обязательно будет этап верстки и программирования, и завершающий этап – это наполнение контента. Ну, как вы, наверное, знаете, на этапе дизайна будет еще несколько правок, на этапе верстки будет еще несколько правок, и на этапе программирования будет тоже еще несколько правок, дотачивание этого лендинга. Поэтому схема не такая безоблачная, на самом деле она длиннее. И по ней видно, что она, ну, никак не может уложиться в несколько дней. Это неделя, как минимум. И рассмотрим другой путь разработки лендинга на готовом решении. То есть все начинается у нас опять с той же точки, у нас есть УТП. Мы ищем это готовое решение. О том, как мы ищем, я расскажу позднее. Оплачиваем, то есть покупаем лицензию, далее установка и настройка заменяет нам весь этап дизайна верстки и программирования, и далее мы можем заняться наполнением контента и уже запустить рекламную кампанию на сайт. Ну, здесь на этой картинке я хотела показать, что очевидно, что готовое решение имеет преимущество по срокам над индивидуальным. И здесь вот сделаю такую табличку сводную. Если мы рассматриваем создание лендинга на Bittrex, любая редакция старт подходит для этого вполне. Ну, если вам не нужны там, например, веб-аналитики или чего-то другого, то есть на старте можно вполне разработать лендинг. Практически любого функционала. Итак, для разработки лендинга нам понадобится домен. Средняя стоимость – это 600 рублей. Хостинг – 3 600. Ну, это средние какие-то величины, такие они могут варьироваться, дешевле, дороже. Далее нам потребуется CMS. Здесь указана редакция старт – 4 900. И дальше разложены приблизительные стоимости по дизайну верстки и программированию в случае, когда это индивидуальное решение и когда это готовое решение. Сразу скажу, цены здесь взяты из нашей разработки. То есть это вот наши среднестатистические цены нашей студии. И за готовое решение представлена цена за наш модуль маркетплейса. Ну, и можно получить, что в разы, конечно, готовое решение обойдется вам дешевле, чем у дизайна. Ну, и минусы у готового решения тоже есть. Понятно, что покупают не один человек, а несколько. И, возможно, вы еще где-то встретите это решение. Но зато это будет достаточно быстро, и вы будете видеть то, что вы приобретаете уже на старте. То есть не будет никаких сюрпризов после того, как нарисовали дизайн или сверстали. Будет все понятно изначально. Ну, и вот дальше я вам хочу показать два лендинга. Этот лендинг про антирадар, то есть здесь интернет-магазин торговли автозапчастями хочет продвигать конкретный товар антирадар. И для этого был заказан лендинг. И дальше вот такой лендинг. Здесь компания предлагает свои услуги. Уже пора озабочиться вызовом Деда Мороза в каждый дом. Вот еще раз посмотрите оба эти лендинга, и я хочу задать вопрос. Как вы думаете, какой из этих лендингов был разработан быстрее, то есть по методу готового решения? Вот для себя можете ответить на этот вопрос, да? Я вам скажу, что вот этот лендинг был разработан как индивидуальный решение. И разрабатывали мы его, ну, около двух недель, потому что все эти этапы дизайн-левка и программирование, ну, невозможно впихнуть в один день. И в два дня, и в три тоже это нереально. А этот лендинг мы сделали за несколько часов, то есть с утра мы начали, у нас была лицензия. Контент, конечно, был подготовлен. Мы залили контент, и буквально к вечеру была запущена рекламная кампания. Ну и, на самом деле, конечный ответ на вопрос, какой же дизайн лучше, индивидуальный или шаблонный, может вам дать ответ на этот вопрос обе-тестировании, которое есть в модуле 1S-Bittrex, один из модулей 1S-Bittrex, и в обновлениях вы его уже можете увидеть и протестировать свой сайт. Немножечко расскажу о том, как выбрать готовое решение. Есть такая площадка, которая называется Marketplace 1S-Bittrex. Вы можете туда зайти и в категории Landing Page попробовать выбрать лендинг. По умолчанию там отсортировано по популярности, то есть представлены все-все-все решения, которые имеют наибольшее количество установок. Ну, понятно, что сверху будут бесплатные и более красивые лендинги. Здесь вот все-таки показано, что бесплатные. Но на самом деле гораздо проще воспользоваться поиском по алфавиту. Тогда вам будут представлены все решения в алфавитном порядке и уже ориентируясь на то, какой лендинг вам нужно сделать, какая у вас отрасль, вы можете подобрать уже хорошее такое решение адекватное, с адекватным дизайном, адекватным контентом именно для вашего направления. Ну, вот здесь представлены такие лендинги, как туристическое агентство, то есть кроме дизайна, адекватного требования отрасли, вы получите еще и уже какой-то первоначальный контент и структуру этого лендинга необходимы именно для продажи туристических услуг. И здесь представлен лендинг для фитнес-клуба, тоже адекватной направлению, которое должно быть освещено, и уже с предполагаемым контентом и картинками, которые можно заменить, а в принципе можно и оставить такие, какие они есть. Ну и немножечко о наших готовых решениях. Появились они следующим образом. К нам постоянно обращаются наши клиенты, и когда слышат сроки и стоимость на разработку индивидуального решения, конечно же, они не могут себе позволить в силу тех или иных обстоятельств пуститься в эту разработку, потому что она может быть длиной от двух недель до месяца, а лендинг – это все-таки такое решение, которое нужно в течение буквально одного-двух дней сделать, и поэтому мы выпустили несколько готовых модулей для того, чтобы быстро отвечать на потребности наших клиентов. У нас есть лендинг, который устанавливается на решение «Первый сайт», то есть к нему идет лицензия «Первый сайт», и шаблон его стоит 1000 рублей. Еще есть решение «Bitrix Landing Page», оно устанавливается на любую редакцию от старта и стоит 4 900, и есть решение «Адаптивный лендинг» за 9 900, то есть там есть адаптивная верстка, он будет корректно показываться на всех устройствах, в том числе мобильных. Ну, здесь у меня есть такая табличка сводная, да, по стоимости и по времени. То есть практически все наши готовые решения можно установить и настроить за 30 минут. Таким образом выглядит дизайн, то есть при установке вы можете выбрать цветовое решение, у нас их 4, и далее наполнять лендинг уже по своему усмотрению контентом. Что нам потребуется для того, чтобы наполнить контентом лендинг? Нам нужно 3-4 хороших соображения для слайдера, описание в слайдер, далее у нас есть такой блок, как описание фото товара, дальше нам нужны преимущества товара, 4 штуки, например, в которых, собственно, и заключаются ваши уникальные торговые предложения. Обязательно нужно постараться найти 3 отзыва от реальных клиентов, ну, если уж совсем нет, то где-то взять на Яндекс.Маркете или еще где-либо, но идеально работают только правдивые отзывы, даже, может быть, если там задержится некий негатив. Ну и в конце лендинга обязательно мы должны с вами разместить очень четкие и подробные адреса телефона и номинования компании, чтобы клиент, прочитав ваш лендинг до конца, четко видел, что ему делать для покупки товара или заказа услуги. Наше решение редактируется точно так же, как и многие сайты на Bitrix, то есть мы здесь никакого отдельного интерфейса не писали. Очень легко отредактировать слайдер. Вы просто над поверхностью сайта включаете режим правки и включаете «Редактировать этот элемент». Здесь показано, что текст анонса вы можете редактировать и фотографию загрузить в свою. Ну и уже неоднократно проверено было, что это решение мы можем разместить в сети при условии наличия готового контента за 30 минут. Ну и то, о чем мы говорим на самом деле на всех семинарах про лендинг. Вы можете сделать все правильно, сделать очень красивый дизайн, адаптивный дизайн. Можете очень хорошо сформировать свое УТП. Можете снизить цену до безобразия на свой товар. Но на самом деле, если вы не зацепите за те несколько секунд, пока посетитель у вас находится на лендинге его так называемой болью клиента, то ваши шансы на то, что он превратится в вашего покупателя, они стремятся к нулю, к сожалению. Поэтому мы призываем и рекомендуем всем нашим клиентам и тем людям, которые задумались о том, они сделают ли мне лендинг, прежде всего постараться ответить на вопрос, что же интересует вашего клиента, какая его боль и как ваш продукт или услуга эту боль может закрыть. Если вы это сделаете, я уверена, что лендинг будет более успешным. Ну и если остались вопросы, у нас есть сайт сети интернет, который называется seminar.burbon.ru. Вы можете записаться к нам на любые курсы и индивидуально пообщаться. Мы можем ответить вам на любые ваши вопросы, возникшие. Ну и, пожалуй, у нас все. Так, ну здесь есть некоторые вопросы, я не знаю, если вы их не видите, я могу их озвучить. Не вижу озвучить, пожалуйста. Вот. Спрашивают, во-первых, где посмотреть шаблоны. Ну, я думаю, можно прямо на маркетплейсе найти, показать. Да, на маркетплейсе мы ищемся по слову лендинг, Vittrex лендинг, как угодно, будет видно наше решение. И спрашивают еще, как насчет многостраничного лендинга в плане продвижения и продаж. Или это уже не лендинг? И тут в качестве примера... Многостраничного или многорегионального? Многостраничный, тут в качестве примера приводят на маркетплейсе Serge Land Shopping, чей-то, видимо, шаблон. Ну, можно на самом деле любое решение сделать многостраничным. Наше решение имеет ограничение на две установки, но в индивидуальном порядке мы можем поставить решение на неограниченное количество установок. То есть вы будете устанавливать его сколько угодно раз, сколько позволит лицензия. Установка может быть сделана на домен, то есть на домен второго уровня, третьего, либо же в папку основного сайта. Количество этих установок ничем не ограничено. Ну, а по региональной настройке и продвижению, наверное, Евгений ответит на вопрос. Как продвигать региональный лендинг? Спасибо, Евгений. Ну, на самом деле, в идеале, конечно, лендинги не продвигать, а использовать контекстную рекламу. Потому что лендинг нужен достаточно в сжатые сроки и для решения каких-то задач в сжатые сроки. Соответственно, поисковое продвижение не позволяет решить какие-то задачи по рекламе в сжатые сроки. Это обычно недели или даже месяцы в зависимости от конкурентности тематики. Поэтому, наверное, все-таки проще пускать трафик через контекстную рекламу, либо через какие-то еще источники, статьи внешние, все что угодно. А поиск использовать только в редких случаях, когда долгосрочный проект какой-то. Насколько многостраничный лендинг будет продвигаться, вопрос достаточно сложный, поскольку, если сделать что-то неправильное, то можно, наверное, попасть и в банк Яндекса и Google за то, что контент будет подстраиваться под запрос. То есть, я бы не стал рисковать. Ну, это, я думаю, если вот есть такой частный вопрос, можно уже напрямую с ребятами с Бурбом связаться пообщаться. Да, можно обсудить. Так, дальше спрашивают, где увидеть чат? Чата нет, есть только вопросики. Видите, вот только вопросики видим только мы, организаторы. Мы их читаем, вам рассказываем. Вопрос такой еще. Для адаптации под мобильные какие технологии используете? Не знаю, по-моему, не очень, какие технологии. Адаптивная верстка. Bootstrap используем, да? Да. То есть, тут никаких-то, да, хитрых технологий таких нет. Возможно ли дизайнерская оправка шаблона после приобретения своим дизайнером? То есть, чтобы сам поправили. Да, конечно, то есть, этот модуль, он, в общем-то, из концепции 1S-Bitrix никоим образом не выпадает, и любой специалист по 1S-Bitrix, любой дизайнер, любой программист, они все могут с этим работать замечательно. Угу. Так, ну, опять же спрашивают, как могу видеть вопрос других? Олег, к сожалению, вот никак не позволяет этот сервис сделать. Поэтому, ну, все вопросы мы зачитываем. Еще вопрос такой. То есть, лендинг – это только длинная титульная страница типа сайта-визитки? Это вопрос. Это вопрос? Да. Лендинг – это не просто. Ну, то есть, вопрос к определению, что такое лендинг. Да, да, да. Это приземляющая страница. То есть, в принципе, лендингом может быть вообще любой сайт, любая страница на любом сайте. Это та страница, на которую приходит посетитель сайта. Вот она для него, в принципе, является лендингом. С точки зрения продавца, который этот сайт разрабатывает, лендинг – это страница, которая с максимальной эффективностью будет продавать. Для того, чтобы она продавала с максимальной эффективностью, существует ряд правил, по которым такие страницы строятся. Ну, то есть, я о них как раз и говорил. Это, прежде всего, наличие call-to-action элементов, элементов, которые позволяют собрать информацию с посетителей сайта, которые призывают его сделать заказ. И это, несомненно, и дизайн, это, несомненно, и различные уже по конструкции, в принципе, похожие модули. Модуль отзывов, модуль портфолио, модуль контактов, модуль карты и так далее. Ну, то есть, существует просто достаточно большое количество различных способов, которые приводят, мотивируют посетителей сайта заполнить какую-то форму, нажать кнопку и сделать заказ. Вот, собственно, и все, что отличает лендинг от обычного сайта. Так, еще такой вопрос. Ну, тут спрашивали, чем решение отличается от сервиса eQuid.com? Не знаю, знакомы с таким сервисом или нет. Видимо, какой-то сервис для создания лендинг-пэджей. Сервисов достаточно много, вот конкретно с этим не знаком, но известно, да, доподлинно, что их просто, наверное, десятки различных конструкторов сайтов, которые позволяют создавать на своей базе сайты, в принципе, не плохие по внешнему виду. Но это, скорее, вопрос не к конструкторам сайтов, а к CMS-системам. То есть, что лучше? СААС-решение, когда вы приходите на какую-то внешнюю систему, что-то типа Народ Яндекс, например, да, и на этой платформе разрабатываете сайт, который вам не принадлежит, который вы можете контролировать только условно. То есть, пока вам разрешают его контролировать, вы контролируете, вы не можете полностью поменять на нем дизайн и так далее. Ну, то есть, CMS, который вы используете для разработки сайта непосредственно, оно отличается от СААС-решения тем, что у вас больше возможностей, больше полномочий, и вы можете гибче управлять своим сайтом. То же самое касается и лендингов. Ну да, да, да. Так, еще несколько вопросов есть. Есть желание сделать лендинг на несколько однотипных товаров. Нужно ли покупать лицензию на каждый такой товар? Несколько однотипных товаров я бы вообще не рекомендовал на один лендинг разместить. Ну, просто если у вас, допустим, пять вариантов, пять модификаций одного и того же товара, в частности, вот Екатерина показывала видео, а не регистратор, а, соответственно, антирадар. Если у вас, допустим, пять разных антирадаров, то, наверное, нет никакого смысла делать на каждый антирадар свое решение. Что касается возможности сделать лендинг на несколько продуктов, можно просто докупить лицензию для 1S-Bitrix и, соответственно, делать... Да, это для Bitrix можно купить допсайты, это порядка 5 от стоимости лицензии. Если лицензия 4 900, то сколько допсайтов? Тысяча с чем-то. Достаточно недорого. Да. По поводу стоимости непосредственно модуля, то можно с вами обсудить в каждом конкретном случае, наверное, отдельно, сколько это будет стоить на неограниченное количество сайтов. Угу. Так, вот тут еще такой интересный вопрос. С приземляющей страницы переводим сетителя на карточку товара. Верная ли это стратегия? Я думаю, что да. Угу. То есть, если вы хотите продавать товар конкретный, то, наверное, опять же, смотря какого пустителя, смотря какая у вас цель. Если вы продвигаете всю линейку, всю группу товаров, то может быть и неправильно. Все зависит от того, какая у вас конкретная цель в данной рекламной кампании. Ну и тут, по сути, похожий вопрос. Можно ли установить лендинг на основной магазин как отдельный раздел? Вполне. Даже, наверное, это одно из наиболее интересных решений, на мой взгляд, потому что интернет-магазин сейчас современный, да, который разработан на CMS 1S Bittrex, это не просто интернет-магазин, не просто сайт. Это набор маркетинговых инструментов, очень мощных, которые позволят сделать шаг вперед всему интернет-магазину. И если вы разрабатываете лендинг и вводите его на ту же самую систему, на которой уже есть функционал интернет-магазина, обновленный до той версии, в которой есть эти маркетинговые инструменты, то, соответственно, те же самые инструменты вы можете использовать и для лендинга. То есть у вас, например, те же самые посетители, которые оформили заказ, которые отправили какую-то форму с сайта, которые подписались на что-то, они все хранятся в одной базе. Вы по всей базе этих пользователей можете сделать, например, мою рассылку и можете каким-то образом статистику собирать по всем этим. Ну, на самом деле, да. Про рассылки и про то, как проходит интеграция с CRM Bittrex 24 я сегодня еще покажу. Есть еще у нас тут достаточно много вопросов. Давайте тоже сейчас тогда взглянем. Так, ну, не очень я понял вопросы. Можно ли устанавливать лендинг на основном? А, нет, это понятно. Был здесь подраздел. Ну, какую версию вы посоветуете для начала? Ну, не знаю, наверное, со старта стоит начать. Или можно даже с первого? Смотря что начинаете. Ну, да. Ну, то есть сначала рознь. Кто-то берет кредит на несколько миллиардов и очень даже нормально начинает с бизнеса. Так, где лучше размещать лендинг? На поддомене или внутри сайта можно? И почему? Я немножко не понял вопрос этот, честно говоря. Можно и на поддомене, можно и с конструкцией, когда через слэш. А, ну да, да, да. В общем-то это не принципиально. Так, вы не рассказали, насколько сложно и легко интегрировать, например, кнопку «Купить» на лендинге с интернет-магазином на Bittrex. Ну, насколько я понимаю, здесь кнопка «Купить» в данном случае должна просто на карточку товара переводить. Тут там уже человек. Ну, наверное, не обязательно. Опять же, все зависит от конкретных задач. Интегрировать кнопку на лендинге с интернет-магазином, наверное, и не получится. То есть, если вам нужно, чтобы в интернет-магазин заказ попадал, то, наверное, да, тогда нужно, чтобы кнопка «Купить» переводила посетителя на карточку товара с подробным описанием. А кнопку «Купить» можно интегрировать с CRM-системой Bittrex24, например. Да, чтобы сразу менеджер, например, отзванивал. Не, ну, в принципе-то можно, если какие-то данные, наверное, если будут вводиться о покупателе, он будет какую-то форму заполнять на лендинг-пейдже, то не знаю. В этом большого смысла, наверное, нет. То есть, вам ведь нужно клиент, и клиент, если это лендинг на той же самой системе, на которой интернет-магазин, то клиент поступит в базу, и заявка поступит, и вы ее сможете обработать. А дальше уже заказы в CRM должны обрабатываться не на сайте, а на магазине. Так, дайте, пожалуйста, ссылочку на портфолио «Готовая работа вашей студии». Ну, мы можем прислать, соответственно, напишите нам info.sobachka.burbon.ru Ну, или просто на Burbon.ru, я думаю, можно зайти тоже, наверное, да? Там лендинг, по-моему, нет у нас. А, про лендинг нет, ну, ясно. Так, каковы цены, как они лицензируются от ОПО, обновление в течение какого срока и точное название программы? Так, ну, я не знаю, про битрикс я могу рассказать, что цены тут… нет, ну, лучше не буду я рассказывать, лучше коллега пускай рассказывает, потому что я про битрикс… Вопрос по поводу битрикс или по поводу лендинга? Я думаю, лучше рассказать про лендинг, а про битрикс я отдельно расскажу. Да, вы еще расскажете подробно по поводу битрикс. Лендинг называется, правильно, битрикс лендинг пейдж, его можно найти в Marketplace. И, в принципе, политика лицензирования точно такая же, как у один из битрикс. Ладно, это тогда я себе оставлю, в конце своего выступления расскажу еще. Так, вот еще пара вопросов. Лендинги – это как агитационные плакаты, которые висят на полнофункциональном интернет-магазине. Правильно я понимаю? Ну, насколько я понимаю, Дмитрий хочет выяснить. Знаете, у меня такая ассоциация с лендингами. Это обычное продающее письмо. Если вы захотите что-то продать, например, с помощью e-mail рассылки, ну или не продать, а просто в чем-то кого-то убедить, то вы составляете письмо. И это письмо наверняка имеет определенную структуру. Сначала вы поднимаете какую-то проблему, а потом вы предлагаете ее решение и работаете с возражением в этом письме. То есть вы говорите, что вот у вас есть портфолио, что у вас есть отзывы клиентов уже существующих, допустим. И, соответственно, возражения читателей снимаются постепенно. И потом вы предлагаете способ связи. Можно ответить на это письмо. И лендинг, в общем-то, решает ту же самую задачу. Ваша задача – убедить посетителей сайта прочитать весь лендинг и ответить вам на это письмо продающее. Ну, это, в принципе, это и ответ на вопрос Евгения, который спрашивал по поводу возможно ли использование лендинг-пейдж как замена главной страницы сайта, где была бы вкладка самых актуальных товаров и оформлен переход уже в конкретные разделы. Но это уже не лендинг-пейдж, это уже… Это не лендинг-пейдж. Просто главная страница, грамотно составленная. Можно сказать, что это невозможно. То есть это совершенно разные задачи. Конечно. Ну, можно. Нет, на самом деле можно же дизайн сделать похожим на лендинг-пейдж. Да, это просто будет дизайн, похожий в стиле лендинг-пейдж. Да. Такими же колотовыми объектами и так далее. Так. Если сайт расположен на основном домене, с него переводится на лендинг-домень третьего. Насколько это правильно? Ну, это на самом деле не так принципиально. Здесь проблема может открыться в поисковом продвижении данного сайта. И нужно в конкретном случае рассматривать проблемы отдельно. А если речь не идет о каких-то позициях в поисковой системе, о возможности склейки этих доменов и так далее, то, в общем-то, никакой разницы нет. Ну и так, вроде как у нас вопросы закончились. Я тогда забираю слово себе. Спасибо. Спасибо большое. Переключаюсь тогда на себя. И немножечко еще расскажу. Поговорим с вами немножко про битрикс. Так, вопросики сейчас стороночку уберу. У меня, к сожалению, нет под рукой какого-то готового лендинг-пэйджа. Я скорее вам сегодня покажу некоторые возможности платформы, которые могут быть полезны для владельцев лендинг-пэйджа, ну и интернет-магазинов в принципе. Для тех, кто не знаком с битриксом, давайте немножко посмотрим, как у нас происходит вообще управление сайтом. Мы называем свой интерфейс управления Эрмитаж. Вот таким вот образом он выглядит. То есть, если вы зашли на свой сайт под логином администратора, или человек, который имеет доступ к редактированию и управлению каким-то контентом, то у вас сверху появляется вот такая вот серая панелька, и прямо отсюда можете создавать какие-то странички, создавать разделы, редактировать какие-то элементы и так далее. Кроме того, вот такой интересный режим правки. Если этот ползунок включен, то в зависимости от того, когда мы наведем курсор на какой-то объект, у нас появится такое контекстное меню, которое позволяет нам этот объект каким-то образом редактировать. Ну, если что-то мы сделаем, мы всегда можем иметь последнее действие. Наверное, давайте вживую прям посмотрим. У меня есть такой сайт тестовый. Это не landing page, это интернет-магазин. Но, тем не менее, нам легко будет посмотреть, как здесь происходит управление какими-то вещами. Я сейчас зайду как администратор, введу свой пароль. Я зарегистрировался. Да, у меня вот такая серая панель появилась. Я могу ее свернуть или развернуть, как мне надо. Но сейчас перейду опять на главную страницу. Я пока не буду создавать никакие новые разделы. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Например, раздел «Доставка». Допустим, мне надо каким-то образом изменить какую-то информацию в этом разделе. Давайте я включу сейчас режим правки и посмотрим. Например, телефон я хочу поменять. Было 8506, станет 8507. Я просто вот в таком визуальном редакторе информацию изменяю. Все, у меня здесь все это сразу поменилось. Ну, если что, я могу эти изменения отменить. То же самое вот, например, здесь, да, информация о доставке. Я изменяю страницу в редакторе. И здесь, как в Варде, я обычно могу цветом выделить, могу как-то еще. В принципе, если мне надо, я могу и в виде HTML-кода все это отобразить. Вот. То есть, ну, такое достаточно простое управление. Там картинки вставлять, все это. Каждый сможет, я думаю, разобраться. Я не буду сильно на этом заострять внимание. Если вы заинтересуетесь этим, то у нас есть подробный бесплатный учебный курс на нашем сайте, где про все это можно почитать. Я бы хотел вам рассказать немножечко про другие вещи. Давайте, наверное, вернемся в презентацию. И еще раз поговорим про конверсию. Мы сегодня уже несколько раз возвращались. Вы понимали этот вопрос? Ну, понятно, что кто лучше умеет конвертировать посетителей сайтов покупателя, тот будет больше зарабатывать. И улучшить можно только то, что мы умеем измерять. Что такое конверсия? Да, я повторюсь еще раз. К вам на сайт зашло 1000 посетителей. Конверсия составила... Они сделали 10 заказов, значит, на версии составило 1%. Если сделали та же самая 1000 посетителей 30 заказов, то конверсия уже 3%. Соответственно, вы сможете больше заработать, чем больше заказов у вас купят. Ну, вот это, наверное, не очень корректный сайт для нашего сегодняшней встречи, потому что он работает для интернет-магазина. Ну, есть у нас для интернет-магазина, для редакции, которые поддерживают торговлю через интернет. Есть такой инструмент, как пульс конверсии, который позволяет динамику конверсии сайта в реальном режиме показывать, с каких устройств вы к вам заходили за какой-то период времени. Не буду про это подробнее рассказывать. Чуть-чуть больше хочу рассказать про АБ-тестирование. Что это такое? Достаточно известный и популярный такой маркетинговый метод, который используется для оценки и управления конверсией сайтов. Но в нашем случае тоже, скорее, для интернет-магазинов позволяет показывать клиентам два варианта каких-то, не знаю, там, главной страницы, например, или какой-то определенной страницы. То есть, делит трафик ваш напополам. И одной половине посетителей показывает одну версию, и второй половине показывает другую версию. И потом вы можете посмотреть, на какой версии у вас конверсия больше. Значит, стоит использовать именно эту версию. Но это тоже, скорее, относится к интернет-магазину. А мы с вами давайте поговорим, наверное, даже посмотрим про email-рассылки. Чуть-чуть про email-рассылки. После того, как вы собрали какую-то базу, например, email-клиентов с помощью какой-то формы на своем landing page, вы можете запустить какую-то, например, сделать рассылочку. Давайте попробуем с вами создать новую рассылку, посмотрим, как это работает. Назовем ее «Пробная». Можно добавить описание. «Выводить в публичной части для подписки». Я уберу эту галку. Это для интернет-магазина. Есть у нас там возможность подписаться на рассылку. Уже готовая форма. Уберем сейчас. После того, как мы создали какую-то рассылку, мы должны создать или выбрать какую-то группу адресов, которой мы будем делать эту рассылку. Группу адресов здесь совершенно... Можно какие-то свои группы заводить, можно использовать те текущие, какие есть. Например, адреса можно выбрать из какого-то списка, например, веб-формы, которые у нас заполняли. Собрать все e-mail оттуда. Либо, если хотим именно подписчикам сделать рассылку, то для подписчиков. Либо для всех пользователей. Разные варианты есть. Я выберу вот та, которая есть у меня по умолчанию. Покупатели. Если мы хотим какую-то группу исключить, мы тоже можем эту группу добавить. Допустим, у нас будет группа покупателей и будет группа еще тех, кто заполнил веб-форму. И мы можем сделать рассылку. Сюда добавим все, кто заполнил веб-форму, а сюда добавим покупателю. Таким образом, рассылка у нас будет для всех, кто заполнил веб-форму, но еще не является нашим покупателем. Думаю, тут достаточно ясно все. После того, как мы выбрали, с какими группами клиентов мы будем работать, мы можем выбрать какой-то один из стандартных шаблонов. Либо каким-то образом создать свой шаблон и сделать какую-то рассылочку. Вот такой шаблон я выберу, например. Картинку заменим на свою, текст на свою заменим. И после этого уже делаем следующий шаг. Указываем какую-то тему письма. Указываем адрес отправителя. Забыл я это сделать. Делаем следующий шаг и указываем расписание отправки. Мы можем либо вручную отправить, либо отправить в какое-то определенное время. Добавляем расписание. Либо время, либо дату и так далее. 18 ноября, например, 11.04. Сохранить и выполнить. У нас, естественно, можем какое-то тестовое письмо отправить себе, посмотреть, как оно будет обращаться в нашем браузере. И у нас 18 числа в 11.05 будет создано отправлена по этим адресам та рассылка, которую мы создали. Ну, вкратце. Вот таким образом это происходит. Это то, с чем можно работать. Так, что еще рассказать конкретно по лендингу, чтобы не нагружать вас немножко вещами, которые связаны с интернет-магазинами. Давайте попробуем посмотреть, как у нас проходит интеграция с нашими веб-форумами, которые мы можем создавать. Дело в том, что веб-формы, создание веб-форм, они доступны в редакциях, насколько я помню. Давайте посмотрим. Веб-формы у нас, да, только в редакциях, которые идут от 10-11 тысяч рублей и выше. Но мы сегодня... То есть, если веб-форма у вас... Если редакция постарше, то создание веб-формы какого-то труда не составит. Мы заводим здесь какую-то форму, заводим вопросы, которые будут у нас в этой форме. Я на днях какую-то тестовую завел веб-форму, указал название, какое-то описание, шаблон использовал по умолчанию, и выбрал во вкладочке CRM, что у меня данная форма будет связана с моим порталом Bittrex24. Давайте я его тоже открою сейчас в параллельной вкладочке. Мой тестовый портал. Называется он «Горбунов Bittrex24.ru». Давайте сразу зайду в CRM. Вот у меня как раз эти лиды, которые были сделаны с моей тестовой веб-формы. Они здесь появились, и у меня здесь запущен бизнес-процесс, который сразу ставит задачу, как только у меня появляется какой-то пустой лид. Задачу прямо мне и ставит. То есть здесь у меня все было уже настроено. В принципе, как это настраивать тоже труда не должно составить. есть специальная документация. Если кому интересно, могу ссылочку эту рассказать, где находится. Напишите тогда в квешене, я расскажу подробнее про документацию, где все это можно подробно почитать. Смотрите, как она у меня работает. Я сейчас перейду на сайт. У меня уже создана, конечно, страничка с формой. Вот она здесь внизу. Ах, нет, не добавил я, что ли? В бронтиже было у меня new form. Давайте сейчас посмотрю в структуру. Ну да, она в каталоге у меня. Так, сейчас одну секундочку взгляну. Ладно, не суть. Давайте создадим новую страницу. Пускай она будет называться форм. Мы не будем добавлять их в пункт меню. Так что я свое где-то сделал, но не помню. Не буду сейчас искать где. И сейчас я прямо тут создам какую-то форму. Все это у нас делается достаточно просто. Я выберу сервисы, веб формы. Я не буду сейчас, чтобы долго не настраивать форму, я просто закину сюда комплексный каталог, компонент вот такой. Сейчас его быстренько настроим. Я выбираю свою ID форму. Так, смотрю. Ну, тоже не буду сейчас сильно останавливаться на этом. Да, тестовая форма какая-то. Ну, укажите мой email. Напишу. Не знаю, что. Так, все, у меня этот результат ушел. Мы сейчас зайдем в CRM, как раз посмотрим. Я не настраиваю здесь. Все по умолчанию оставляю. Здесь комплексный компонент. Его можно настроить, чтобы все это внизу не выводилось. Ну, я как администратор сейчас все это вижу. И у меня... Так, давайте страничку обновлю. То есть, вот портал, в котором я сижу и работаю. Да, у меня вот сразу хлоп. Появился лид и появилась такая вот задачка. в работе. В работе лид. Вот он. Емейн, который я указал. Никита1sbitrix.ru. Я уже дальше в этот лид могу перейти. И там сконвертировать его уже в какой-то контакт, например. Вся эта информация у меня там сохранится в CRM. И уже с ней смогу потом работать так, как необходимо. То есть, это, видите, происходит надавинно. Скорость реакции при каком-то заказе, она важна. То есть, если человек сидит у вас, работает в портале вашим битрикс24 CRM, у него сразу такая задачка появляется, всплывает уведомление, он начинает отрабатывать этот лид, созваниваться с клиентом или писать ему письмо и продавать уже какой-то товар. Так, ну, про что еще рассказать? Давайте, наверное, про безопасность проекта немножечко еще поговорим. У нас достаточно много инструментов для максимальной безопасности сайта, который сделан на битрикс. Ну, все это входит в такой комплекс проактивной защиты. И много всего. И firewall встроенный, и антивирус, и возможность идентификации на сайте с помощью составных паролей. Ну, я не думаю, что это, наверное, сильно важно, сильно нужно для лендинг-пэйджей, скорее для каких-то важных интернет-магазинов, там, где много данных пользователей, которым не хотелось бы, чтобы кто-то получил доступ, хранится. Ну, много всяких инструментов. Есть такая вот панель безопасности, которая позволяет... Давайте, наверное, даже вживую посмотрим, где это у нас находится. Панель безопасности, она прямо подсказки такие дает, где что вам надо настроить. Вот она. У меня, видите, начально ничего не настроено. И какие-то рекомендации там. Что сделать, где это сделать. Сразу все на ссылочках. Достаточно удобно. Так, давайте, наверное, посмотрю сейчас. Вопросы есть. Так, нужна документация, если можно так быстро. Сейчас покажу. Когда планируется реализация работы дефлотного шаблона, веб-формы, появится без перезагрузки. Роман, не подскажу в техническую поддержку, напишите вопрос. Была такая история. Ну, капчево активировал. Вот по поводу ботов, не скажу, немножечко немая тема. Вам надо написать техническую поддержку. Там, думаю, помогут вам. Какая редакция БУС показана в ходе вебинара? Ну, вот та, которую я смотрел, это у меня бизнес стоит. Бизнес, я все беты себе сразу ставлю, которые выходят. Так, давайте по документации расскажу, где он у нас находится. Раздел «Помощь», «Обучение». Обращаю внимание, не «Обучение», а «Онлайн-курсы». Онлайн-курсы и вот все те курсы, которые у нас есть, они здесь доступны. Но если мы говорим про веб-формы, то они находятся в курсе администратора модуля. Вот он. И здесь прям подробно, как создавать эти формы, как настраивать интеграцию веб-формы с CRM. Ну, я опять же повторюсь, если мы говорили сегодня о лендинг-пейджах, то лендинг-пейдж – это обычно не самый дорогой вид интернет-сайта. И, возможно, ну, скорее всего, функционала редакции старт вполне хватит для хорошей рабочей лендинг-пейдж. А в редакции старта веб-форм, к сожалению, нет. Но там есть возможность данные с какой-то формы, которая не через Bittrex, а просто будет сделана, данные с этой формы отправлять, например, на какой-то e-mail. А вот если у вас этот e-mail уже будет интегрирован с Bittrex24, то также вы будете получать его в виде какого-то лида, и дальше уже этот лид можете конвертировать в контакт, как-то работать с ним. Вот. Ну, то есть такой вариант развития событий тоже возможен. Но здесь, наверное, уже… Это уже, наверное, вопрос вебинара по Bittrex24. Если что, они у нас проводятся каждую среду. Расписание можно на Bittrex24.ru посмотреть. Вот здесь вот где-то у нас с самого низу они были вебинары. Да, то есть можно записаться и посмотреть. Так, давайте еще посмотрю вопросики. Так. Доменка вовнюра лучше для лендинга. Ну, Ольга, уже отвечали на этот вопрос сегодня? Да, по сути-то, если у вас отдельный настоящий лендинга, то, ну, домен первый, обыкновенный, там, ру, ком, не знаю, что-то еще. Данные формы есть в редакции «Малый бизнес»? Да, конечно. Начиная с редакции «Стандарт», формы есть. Давайте, кстати, я вам, наверное, немножечко по редакциям расскажу, что у нас где находится. У нас есть, сколько, 7 разных редакций. Самая простая – это первый сайт, продается только через партнерскую сеть. Далее идет редакция «Старт», «Стандарт», «Эксперт» и редакции, в которых есть модуль интернет-магазина. Это «Малый бизнес», «Бизнес» и «Бизнес Битрикс Энтерпрайз». Подробнее лучше всего про эти редакции посмотреть у нас на сайте раздел «Продукты», «Управление сайтом» сравнить с редакцией. Здесь есть такая табличка, которой галком прямо отмечен тот или иной функциональный модуль, который вот есть в данной редакции или нет. Ну, как можно видеть, старт, первый сайт, он вообще там по функционалу самый маленький. Старт он уже побольше, стандарт еще больше и так далее. Ну, в принципе, для лендинга можно, как сегодня показывали, готовое решение есть и на первом сайте, и на старте. Этого, я думаю, достаточно. Так, вопросы по композитной технологии. Ну, Владимир, ну, наверное, это все-таки в техническую поддержку вопросы. Ну, если хотите, можете написать мне напрямую на NikitaDNSBitrix.ru, попробую пообщаться с вами по этому вопросу. Но лучше написать техническую поддержку, там гораздо быстрее ответить. Как вам работает с новой версией визуального редактора? У меня нормально работает. Так, давайте, наверное, все-таки по лендинг-пейджам, если какие-то еще есть вопросы, задайте их мне. Смотрите, да, хороший вопрос, спасибо, Евгений. Все-таки название продукта Bitrix Landing Page или Bitrix Start? Смотрите, как обстоят дела. Bitrix – это всего лишь платформа. Это платформа, на которой разрабатывают разные сайты. Bitrix Start – это одна из редакций этой платформы. Но для того, чтобы сделать лендинг-пейдж тот, который сегодня показывали в первой части нашего вебинара, вам необходимо будет приобрести как Bitrix Start, так и Bitrix Landing Page. Давайте, наверное, даже зайдем на Marketplace и попробуем найти. Как он у меня с бурбон, по-моему. Не помню, просто с буквой О или нет. Вот, Bitrix Landing Page. Вот это уже решение. Это решение, которое устанавливается на какую-то редакцию. Решение стоит 4 900. Сама редакция, ну, если это будет редакция Start, то она стоит тоже 4 900. То есть вместе это будет стоить уже 9 800. Сколько всего в мире создано сайтов на Bitrix? Ну, прям точные цифры я не могу вам сказать. Ну, по нашим данным, да, я сегодня показывал уже. Порядка 140 тысяч клиентов у нас. На самом деле есть, вы можете посмотреть данные независимых экспертов, где они, как они у нас назывались. Здесь вот iTrack. Да, есть такая компания iTrack, Которая занимается как раз... Занимается такими исследованиями, да, по рейтингу CMS. Ну, вот смотрите, там, результаты и выводы. Пожалуйста, 2015 год. Ну, вот здесь по общим, общий рейтинг CMS. Ну, мы на третьем месте идем после двух бесплатных движков. Так, демо-версию спрашивают. Да, только что же смотрели... Где у нас? Вот он, Bitrix Landing Page. Здесь даже кнопочку можно увидеть на онлайн-демо, пожалуйста. Демо-версия Bitrix тоже есть на сайте 1SBitrix. Вы можете в разделе скачать, скачать демо-версию на 1 месяц. Она бесплатна. Пожалуйста, вот редакция Start, стандарт или какая вам нужна. Так, смотрю, еще остались ли вопросы. Можно ли решение Бурбон интервьюировать в уже существующий сайт на Bitrix? Да, не вижу в этом проблемы. Обращайтесь к ребятам из Бурбона. Сделают вам как надо. Я так помню, вы хотите отдельный landing page прямо где-то на своем сайте сделать, да, где-то внутри. Помогут вам. Так, ну, вроде как вопросы закончились. У меня, наверное, пожалуй, что тоже все. Спасибо, что находились сегодня с вами. Да, ну, даже немножко короче, чем планировалось, мы успели закончить. Надеюсь, что наш вебинар был доступен. Сразу скажу, если кто-то смотрел не сначала или захочет пересмотреть, давайте покажу, где будет находиться видеозапись. Будет находиться она на сайте 1SBitrix.ru, раздел «Компания», «Мероприятия», «Вебинары». И просто найдете здесь вот 10 ноября, да, будет вот такая же ссылочка, как вот от 6 ноября. Видеозапись. Вот, собственно, и все. Либо на нашем канале в YouTube, просто можно набрать в YouTube, 1SBitrix, попадете на наш канал, там все записи вебинаров хранятся. Владимир, ну, если что-то, вы пишете, что бурбон, да, без композита, адаптив грузит быстрее, чем с композитом адаптивом. Факт. Надо, ну, прям в каком-то конкретном примере разбираться. Композит – рабочая технология, которая действительно увеличивает скорость сайта. Возможно, что-то где-то некорректно настроено. Напишите, пожалуйста, обращение в техподдержку, наши ребята обязательно вам помогут. Еще вопрос попал. Бурбон уплатить дополнительно при наличии пакета стандарта. Смотрите, если вы вот этот лендинг пейдж покупаете, ну, то за какую-то настройку, если вы хотите что-то конкретное, чтобы вам кто-то настроил не самостоятельно это делать, то, да, лучше с разработчиком вот этого решения со студией Бурбон пообщаться. Ну, это в любом случае будет гораздо дешевле, чем индивидуальная какая-то разработка. Ну, так, вроде как все. Давайте свои контакты оставлю еще на несколько минут. Если какие-то вопросы, на которые не успели мы сегодня ответить, можете написать мне напрямую «Nikita1sbitrix.ru» либо «Bitrix24net Nikita». Со мной можно там тоже пообщаться. Либо задать их, если конкретно по лендингу, то лучше, наверное, задать их моему коллеге из компании «Бурбон», с которой мы сегодня ввели вебинар Евгению. Ну, а если что-то у вас, какие-то вопросы касаемо «Bitrix» и технологий, с которыми мы работаем, то пишите, пишите, обязательно всем отвечу. Наиль, спасибо. Учту контакт Евгения. Ольга, контакт Евгения не дам. Пожалуйста, напишите мне письмо, а я перешлю уже Евгению или ваш e-mail, или сделаю так, чтобы он вам написал. Все. Всем спасибо. Заканчиваем именно наш сегодняшний.